Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые зрители! Сегодня будет совершенно необыкновенный день, потому что я вам познакомлю с историей дома номер 14 по Гоголевскому бульвару, и мы посетим там же необыкновенную выставку кукол. Построенный в конце XVIII века на месте крепостной стены Белого города, он часто менял хозяев. В разное время он становился собственностью очень известных московских дворянских и купеческих семей. А в середине XX века он стал пристанищем московского шахматного клуба, в котором оттачивали свое мастерство все послевоенные советские чемпионы мира по шахматам. И сейчас в нем располагается еще и шахматный музей. Вот доска. Пятикратному чемпиону мира, основателю отечественной шахматной школы Михаилу Моисеевичу Батвине. А это место знакомо всем, кто смотрел фильм «Москва слезам не верит». Именно здесь москвичи любят играть в шахматы на улицах. Именно здесь происходило свидание главной героини со своей первой любовью. Свой парадный размах особняк приобрел в 1860-х годах, когда здесь жил князь Сергей Аболенский. Он превратил его из городской барской усадьбы, как было принято до этого, с огородами и конюшнями, в представительский аристократический особняк. Место, где главное было не жить, а принимать. Место приемов. В советские годы особняк менял хозяев так же часто, как и при царе. Здесь были и жилой дом со множеством квартир, и здание суда, и общежитие политэмигрантов, и контора Дальстроя. Но в 1956 году его передали шахматной федерации СССР. Здание возвращали к жизни в два этапа. В 2014 году началась научная реставрация в парадных помещениях. И в прошлом году особняк стал лауреатом конкурса «Московская реставрация-2016». И теперь мы можем любоваться интерьером, который создан был при князе Аболенском. Вот эта вот замечательная парадная лестница с шикарными люстрами, с замечательным... Интересный факт. Одно время дом принадлежал вдове железнодорожного магната Надежде фон Мек, покровительницы Чайковского. А его последней предреволюционной хозяйкой была Любовь Зимина, сестра владельца частной оперы. Поэтому в доме проходили репетиции и выступали Шаляпин и Рахманинов. Муж Зиминой, Назарий Капитонов-Райский, не только сам был оперным певцом, но и стал преподавателем консерватории и учителем Лемешева. В этом зале сейчас проходят шахматные турниры. Переход между основным зданием и флигелем, который присоединили к дому при Сергея Александровича Аболенском, оформлен в мавританском стиле. Этот интерьер восстановили на первом этапе реставрации. Библиотека во флигеле, который теперь занимает музей шахмат. До реставрации эту комнату занимал музей, а теперь ее называют Малой гостиной. Галерея над парадной лестницей. Галерея над парадной лестницей. Бывшая столовая, которая теперь используется как место проведения временных выставок и турниров Мы находимся в Москве в уникальном музее шахмат на Когольевском бульваре Здесь не просто экспонаты, здесь экспонаты с историей Здесь если кубок, то кубок чемпионов мира Здесь если шахматы, шахматами, которые играли самые легендарные шахматисты Если медали, то самые драгоценные медали, которые могут быть Если картины, то картины об уникальных событиях истории, напрямую связанных с шахматами Смерть Ивана Грозного за шахматами – факт, отмеченный современниками Иван Грозный умер, пытаясь поставить короля на доску, не поставил – уронил Редкая картина середины прошлого века, отображающая этот факт Самый ценный и самый редкий экспонат музея – фарфоровые фигуры «Животные севера против животных юга» 1930-х годов Полного комплекта нет во многих крупных музеях и у многих частных коллекционеров А у нас есть Но это только начало истории этих шахмат А какова целиком? Узнаете, когда придете в музей Бальный зал, в котором очень часто проводятся шахматные турниры А сегодня здесь проходит уникальная выставка шахматных кукол Это одна из самых красивых комнат дома И посмотрите, как красиво украшен даже потолок Какая прекрасная лепнина, какие прекрасные из нее узоры Что вы можете использовать дляrizок? Кто это сделает пахматные кукол Так что вы можете использовать северы Чтобы смысл все университет Трефоризит Хаи Представленные в экспозиции куклы созданы под руководством художника-кукольника Любови Лукьянчук. В выставке приняли участие именитые и начинающие художники из разных уголков России. Персонификация игры Персонифицируя через куклу шахматные фигуры, выводя очеловеченные символы с игрового поля в пространство жизни, Художник берет на себя смелость постичь философские взаимосвязи природы человека и природы игры. Мужчины и женщины, черного и белого, войны и мира, жизни и смерти, прошлого и будущего. Перед вами черная королева. Это не просто авторские куклы. Это индивидуальное представление каждого автора шахматных фигур в человеческом образе. То, как они это видят, как они это представляют. А вы как видите? Согласитесь ли вы с ними? Кукла, черная королева и пешка, готовы стать ферзем. Надменный белый офицер и мальчик, черная пешка. Уникальное произведение искусства, про каждое из которых можно рассказать целую историю. Снимая каждую фигуру, я начинаю съемку с туфель, потому что здесь тщательно проработаны в каждой кукле все детали. Все детали. И кружева, и туфельки, и головные уборы. Вот как автор представляет себе черную ладью. Естественно, внизу стоит эта дама в черной ладье, чтобы нельзя было ни с чем не спутать. Чудесный головной убор подчеркивает ее элегантный образ. И я хотела бы заметить, что большинство фигур одеты в платье, стилизованное под эпоху Ренессанса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, а это очаровательная дама Белая ладья. И вы это сразу можете узнать, потому что она ее держит в руках. Черная пешка Белая пешка Белая пешка Ну, а о том, что это черный конь, можно было догадаться и без украшений в виде лошадиной головы на плече молодого человека. А вот как видит образ коня другая участница выставки. Черный конь. Черная королева Автор родила свою королеву в черные кожаные туфли без каблука, в черный фраг и черный костелок. А на шее две нитки белого жемчуга. Белая тура Здравствуйте. Здравствуйте. Прогулка с носорогом Белая пешка Белая пешка Субтитры сделал DimaTorzok А вот та пешка, которая мечтает стать ферзем. Субтитры сделал DimaTorzok Можно заглянуть вот в этот ящик. Это офицер. И все-таки больше всего здесь представлено пешек. Посмотрите, какие красивые образы в изумительных корсажах, в перчатках. Ну, а вот офицер черный. И вот опять пешка. Молоденькая пешка, которая в курсе всех дворцовых интриг, с удовольствием вам поведает о них. Но под большим секретом. Слон в разных странах имеет самые разные названия. Шут у французов, бегун у немцев, офицер у болгар-украинцев и нередко в России, копье у эстонцев, епископ в англоязычных странах. Связано это во многом с тем, что арабы, не любившие рисовать людей и животных, оставили от слона два бивни. И раздвоенная фигура кому-то показала шутом, кому-то шапкой епископа. А что говорит о том, что эта дама ладья? Давайте приглядимся к ее головному убору. Ну, разве это не ладья? Ну, разве это не ладья? Ну, разве это не ладья? Центральное место в экспозиции занимает работы Александра Худяковой «Магии игры». Два шахматиста, напряженно замерзшие в сражении, и серебряный шар между ними, как символ ментальной связи, возникающей между великими игроками и позволяющей читать мысли противника и угадывать предстоящие ходы. Фраза «Люди играют в шахматы» здесь обретает еще один смысл. Шахматные баталии разыгрываются куклами-лицидеями в выставочном пространстве, будто на театральных подмостках. Надеюсь, вам понравился фильм. Я старалась сделать его очень интересным. До новой встречи!